Мемориальную доску основоположнику нейрохирургии в Хабаровском крае установили на фасаде второй краевой больницы. Ким Вон Ги более 25 лет руководил отделением медицинского учреждения и внес большой вклад в развитие медицины всего региона. Репортаж Дарья Небора. Мемориальная доска врачу-нейрохирургу установлена по инициативе его коллег и учеников со всей страны. Участие в сборе подписей принимали и пациенты. На открытие памятной доски из Петербурга в Хабаровск прилетели вдова Ким Вон Ги и его сын, тоже нейрохирург. Инициатором был коллектив больницы. Когда я узнал, что есть идея установления мемориальной доски, для меня это было очень, для всей нашей семьи было самое важное. Мы два года этого ждали. Видите, даже солнце выглянуло. По-моему, это самая высокая оценка. Даже погода радуется. Ким Вон Ги, или Василий Александрович, как его называли коллеги и пациенты, родился на Сахалине, куда его семью в предвоенные годы из Кореи перевезли японцы. Стать врачом Ким Вон Ги решил после того, как подростком переболел туберкулезом. Образование получил в Хабаровском медицинском институте. В 1972 году молодой врач-хирург по распределению отправился в Нанайский район. Через три года специалиста перевели в Хабаровск, где он 40 лет проработал в одной единственной клинике, второй краевой. Ким Вон Ги – автор многочисленных научных публикаций двух изобретений. Большинство врачей-нейрохирургов в регионе – его ученики. В том числе главврач второй краевой больницы. Да всему научил, потому что это мой заведующий был, который, ну а кто еще будет советовать, как не Василий Александрович. Поэтому любая проблема – идешь к нему. И я это просто на себе ощутил, когда сам стал заведующим, да, и когда у тебя нет больше инстанции, никакой тебе не к кому пойти. Он оперировал, оперировал опухоли, он оперировал их очень хорошо, сложные глубинные опухоли. В операции мы дошли до 11 часов вечера, вот начинались в 9 утра. На открытие мемориальной доски приехали коллеги из других учреждений – специалисты Краевого Минздрава. Министр здравоохранения подчеркнул, что нейрохирургия успешно развивается в регионе. Клиники укомплектованы всем самым современным технологиям, скажем, оборудованием, что позволяет выполнять не только специализированную помощь, но и высокотехнологичную медицинскую помощь, которая финансируется из федерального бюджета. То есть это подтверждает то, что у нас есть все условия – и оборудование, и специалисты. Ежегодно в Хабаровском крае проводится около полутора тысяч нейрохирургических операций. Из них 400 во второй краевой. Дарья Небора, Иван Юров, телеканал «Губерния».